Сегодня 209 лет со дня Бородинской битвы, самого знаменитого сражения русской армии в войне с Наполеоном. Долгое время бытовала легенда, что на Бородинском поле сражались и воины из Приднестровья. Историки это мнение опровергают. В Тираспольском уезде, в который тогда входила и Одесса, в год Бородинской битвы действовал карантин. Через Одесский порт из Турции была завезена эпидемия чумы. И по периметру уезда стояли карантинные заставы, и никто не мог ни въехать, ни выехать. В сражении участвовали только те полки, которые покинули берега Днестрад до введения карантина. Ополчение и другие части, остававшиеся в Тирасполе и Бендерах, покинуть закрытую зону не могли. Борьба за батарею Раевского. Вокруг него еще один миф. Многие считают, это ею командовал Владимир Раевский, который позже содержался в Тираспольской тюрьме и к которому приезжал Пушкин. Один из жителей Тирасполя даже повесил на своем доме мемориальную плиту о том, что здесь был тот самый Раевский. На самом деле батареей командовал его однофамилец, генерал-лейтенант Николай Раевский. Что касается нашего Раевского, то его звали Владимир. В Бородинской битве он участвовал в чине прапорщика. 17-летним выпускником военного училища, как вам сейчас сказали, у него под командованием было две пушки. И он там очень себя ярко проявил, участвовал, совершенно себя не жалея. И был отмечен золотым оружием за храбрость, единственный из жителей Курской губернии. Еще одна личность, связанная с Приднестровьем и вокруг которой до сих пор спорят историки, это князь Витгенштейн. Тот самый, который построил имение и парк в Каменке. Человек, посадивший на склонах Каменских гор виноградники. Исследователи считают, ошибка Витгенштейна позволила Наполеону ускользнуть во время разгрома французских войск на Березине. Но не отрицают, что именно его корпус спас Петербург от захвата врагом. Витгенштейна, ну, надо сказать, что спаситель Града Петрова это точно. Потому что почему-то никого из нас не удивляет, почему они мимо Петербурга пошли на Москву. Ведь Петербург же был столицей, понимаете? Вот. А пошли на Москву. Может быть, потому что так грамотно была организована защита Петербурга. И, может быть, потому что российская армия в основной своей массе, главной части, ушли в направление Москвы. Наполеон за ними, что называется, и двинулся. А так, то, в общем-то, от того, чтобы захватить Петербург на полном серьезе, Витгенштейн его спас. Впрочем, военные историки отмечают, Приднестровье все-таки имеет прямое отношение к Бородинской битве. Там с французами сражались Житомирский и Астраханский полки, впоследствии стоявшие в Террасполе. Воевали с Наполеоном и пехотинцы 55-го Подольского полка, который затем квартировал в Бендерах. Продолжение следует...